МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мало остаются только, наверное, какие-то приятные впечатления. Что же людей заставляло идти на эти трудовые подвиги, осваивать все вот эти целинные земли? Это, наверное, все-таки идея стремления молодежи освоить новое. Приобрести опыт, опыт трудовой деятельности. Ну, конечно же, великая идея благоустроить рядом с собой объекты, чтобы нам жилось проще и молодежи было комфортно. Вот мы знаем о громких ударных стройках, да? А вот на Кубани, интересно, студенты, студотряды работали или нет? Конечно же. На Кубани у нас также Кубань славится студенческими отрядами. В частности, отряды прошлых лет работали на всероссийских стройках. На Кубани возводились социальные объекты агропромышленного комплекса в том числе. А когда движение получило второе рождение? Потому что где-то к 90-м годам оно уже, по-моему, ушло, сошло на нет, да? Да, совершенно верно. Возрождение на Кубани студенческих отрядов началось с 2001 года. При поддержке Департамента молодежной политики, естественно, с 2004 года, при поддержке губернатора, официальный статус студенческие трудовые отряды на Кубани приобрели. Возрождение начиналось очень поэтапно. Тяжело, конечно же, ребят вовлекали мы в это движение. В 2001 году всего было полторы тысячи ребят в студенческом боевом братстве. Но на сегодняшний день это уже целая армия больше 35 тысяч активных студентов. А что, неужели вот такая в стране необходимость возникла опять в трудовых силах студентов, молодежи? Конечно же, это огромная масса армии ребят, которые готовы, в принципе, за небольшую плату выполнять достаточно сложные объемы работ. Потому что многие ребята работают по профилю своего обучения. То есть, обучаясь на инженера, ребята, как правило, работают в строительных специальностях. Обучаясь по педагогической специальности, ребята обслуживают летние здоровительные лагеря. То есть, я знаю, что у вас в кадровом центре 12 направлений. Да, какие это направления? 12 профилей деятельности у нас студенческих трудовых отрядов. Это самые многочисленные, начиная, если с них это педагогические, строительные, сельские, строительные, сельскохозяйственные, отряды проводников, железнодорожные отряды, отряды спасателей, археологические, медицинские отряды. А вот насколько охотно, по сравнению с теми советскими студентами, сегодняшние молодежи покорять трудовые вершины? Дело в том, что мы рекомендуем ребятам, как профессионалам на рынке труда, покорять эти вершины, начиная со студенческих трудовых отрядов. Это лучший опыт, который ребята могут приобрести, получить тот долгожданный опыт, который требуют работодатели на рынке труда сегодня. Тем более, это комфортные условия для работы. Как никогда, именно в составе своей группы, где ребята учатся, они могут и трудиться. Естественно, приобретается опыт руководства, работы в команде. Это очень здорово, интересно. Елена, вы сказали, что комфортные условия, но по сравнению с теми студентами, которые действительно, ну, я не знаю, создали огромные объекты, да, по всей нашей стране, бывшему Союзу, и там ни о каких условиях речи не шло. Что же подвигло людей тогда идти на эти строки? Сегодня эта идея, о которой вы говорили, она есть или нет? Идея остается. Идея все-таки достичь единого какого-то результата деятельности именно в трудовой области. Конечно же, мириться теми условиями, при которых работали студенты прошлых лет, и этих, конечно, ребята у нас более, благодаря вот все-таки развитию, находятся в благоприятных условиях. Ну, опять, ребята не стремятся за комфортом, стремятся за опытом, и опытом, наверное, межличностного больше общения. Ну, вот с момента возрождения стройотрядов, да, что же возвели студенты? В частности, наши студенты работают на всероссийских объектах. Это Соловки, Мордовия, Казань. Ну, и, конечно же, Кубань может похвастаться, наверное, всероссийскими стройками на олимпийских объектах. Приложили, конечно же, свои руки золотые при построении порта Тамань. В каждом регионе сейчас России свои стройотряды, студенты трудятся. Ну, вот насколько, если сравнить с другими регионами, у нас на Кубани развито это движение? Развито, наверное, можно сказать, в полной степени. Если мериться с другими регионами, то Кубань занимает по численности бойцов студенческих отрядов второе место. Это наше достижение, это именно достижение наших ребят. То, что ребята стремятся пополнить это движение, развивать его, и, конечно же, на пользу себе. Я знаю, что вы собираетесь в Москву, в Кремле будет юбилейная конференция. Если подводить итоги кратко, то что можно сказать о своей работе? Именно качество работы позволяет нашим студенческим отрядам конкурировать на рынке труда по отношению к обычным профессионалам. Опять же, это настолько массовая и мощная рабочая сила, которая в достаточной степени позволяет выполнить огромные объемы работ. Спасибо вам большое. Я желаю вам успехов. Я напоминаю свое мнение. Сегодня высказала руководитель молодежного кадрового центра Елена Аршинника. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи на канале Кубань-24. Продолжение следует...